Я еще раз повторяю, что мы работаем в немножко непринужденной обстановке. Это, в общем-то, продиктовано некоторыми обстоятельствами. Вот то, что мы исполняем, песни, созданные в Афганистане, это у нас всегда является вторым блоком нашего концерта, то есть вторым отделением, может быть, на постах, заставах, перед нашими полками. Но так получилось, что, знаете, в Афганистане нет такой профессии, людей, которые не рискуют. В общем-то, у нас коллектив тоже не обошла эта беда. Вот 21 ноября этого года у нас был ранен бас-гитарист Владимир Липунов, он в краю стоит, в два часа ночи был обстрел. Недавно он совершенно вот неделю назад вернулся в строй, левая нога начинает понемножку сгибаться. Парень любит свое дело, хочет жить и служит искусству. Рядом с ним стоит солист нашего ансамбля, соло-гитарист, бас-гитарист, садится за ударом, установка, когда надо. В оркестр он берет тромбон. Игорь Грязнов, он заканчивает четвертый год службы в Афганистане. И четыре года он посвятил вот этим песням. Нас иногда называют летописами необъятной войны. Вот это один из летописов необъятной войны. Многие ребята, Алексей Хитрин, который здесь исполняет, вот, третий год служит в Афганистане, после срочной службы остался на свесрочной. Вот, Равиль Мусин, вот, третий год служит. К нам прибывают новые товарищи. И, в общем-то, мы постепенно обрастаем силами. Но, если говорить откровенно, наш коллектив носит чисто самодеятельный характер в силу тех причин, что почти все участники коллектива, это, в принципе, военные музыканты, они не имеют специального музыкального образования. Мы просто сплочены, вот, любовью, ротовой песни, нашему делу, которому мы отдаем все силы. Ну, достаточно сказать, что в прошлом году коллектив сделал 161 выезд. Это все зафиксировано. Вот, сейчас мы подвигаемся к цифре 150. Ну, получилось в силу, может быть, чисто объективных обстоятельств, обстановки военной. Мы не смогли лишний раз в этом году выехать на северное направление, на Салан. В марте месяце в последний раз мы были на нашем южном направлении, на Джалалабаде. Это немножко о коллективе, об этих ребятах, о которых лично я, сейчас погода заканчивается, моя командировка здесь. Буду просто вспоминать, ну, как сказать, это мои самые близкие люди, с которыми нам приходилось испытывать все. Следующая песня, которая будет исполнена, она недавно, вот, выездной комиссией нашего округа отобрана в числе четырех песен на телепередачу, когда поют солдаты. Ну, так получилось, вроде мы будем представлять Афганистан в этой телепередаче. Она появилась здесь быстро, появилась путем пересечения границы на магнитофонных пленках. Песня называется «Боевым награждается орденом». До недавнего времени мы не знали о ее авторах. Вот, ну, потом мы узнали, что это композитор Муромов на стихи Монастыревой. До этого мы не знали. Но эта песня, она, в общем-то, как мы потом узнали, она посвящена милиции, органам внутренних дел у нас в Союзе, но очень хорошо прижила здесь, в Афганистане. Потому что боевыми орденами награждает, в общем-то, здесь. Сейчас вы эту песню услышите. Здесь, в Афганистане, мы одни из первых ее исполнителей. Солист ансамбля Алексей Хитрин боевыми награждается орденом. Высока, высока над землей синего. Это мирное небо над Родиной. Ну, простые и строгие Слышим слова. Боевым награждается орденом. Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули надрывно свистят. И что в этой борьбе, как на всякой войне, Жизнь и смерть снова рядом стоят. Это значит, что в этом суровом бою Твой раисник, земля, Твой сосед, Защищает любовь И надежду твою Наши бога И ветры, и мы свет Охраняем все то, Чем мы так дорожим Он ведет Этот праведный бой Наши счастье, друг Нашу мирную жизнь От беды Заслоняя Заслоняя Весокая, высоко Над землей Синева Это мирное небо Над родиной Но простые и строгие Слыши слово боевым, награждается орденом. Продолжение следует...